Учебник английского языка 7 класса Фанасьева Михеева, Unit 2, Step 20, страница 33. Итак, у нас идет повторение Complex Object, сложного дополнения, которое вы проходили в том классе и делали довольно много упражнений по этому правилу, но по опыту могу сказать, за лето обычно все из головы вылетает. То есть довольно правило сложное, хоть вы и потратили, хотя зависит от школы, сколько там времени вы тратили и сколько вам учитель задавал, неизвестно. Но давайте мы все-таки более подробно вспомним, что же это вообще такое. Итак, смотрите, здесь идет подлежащее. Подлежащее, запомните, всегда стоит в именительном падеже, то есть кто что. Нельзя никаких ставить as или, что мы там еще встречаем, me каких-то и так далее. Тут будет имена там я или children, дети, или rob и так далее. Затем идет... Так, я вам его прям выделю. Скажем так, первая подгруппа три глагола. Пока что три. На самом деле их там намного больше, но вам дается по учебнику три. Глагол want – хотеть, would like – хотел бы, expect – ожидать. То есть давайте здесь придумаем, что здесь стоит я, например, I. I want, а затем объектный, объектное местоимение. В объектном падеже, то есть местоимение в объектном падеже, то есть меня, вас, нас и так далее. То есть вот здесь как раз они будут меняться. Не просто I, he или she, тут именно будет you, тебя или вас, us, нас или нам, them, там их, его, ее, меня, ну или любое другое существительное, девочка, там Нина и так далее. Так, затем у нас идет вот для этой, получается, части, вот такое продолжение. Вы делаете to, и вы ставите глагол в первой форме. А давайте, так, сейчас, секунду, я вам другой файлик найду, минутку. Так, все, откопала я свой файлик, который я просто детям рассказываю, ученикам. То есть смотрите, вот у себя увидели по картинке. Сейчас я вам здесь расскажу, чуть-чуть, может быть, будет понятней. То есть вот идут наши, то же самое здесь, если что, просто это одна только часть, вот эта голубая, которую я выделила. Вот у меня идет подлежащее, затем эти три глагола, затем объектный падеж этих вот слов, и to, с в один. То есть просто, чтобы вы видели красным, я выделяю то, что надо обязательно запомнить. Пример. Я хочу, чтобы они почитали книгу. I, по порядочку идем, want them to read a book. Так, ее папа будет ожидать, кстати, любое время здесь ставьте, если вы как бы умеете. То есть, конечно, тут любое время может быть. Ее папа будет ожидать, что они, чего они там сделают, что они поедут в Лондон. Her father will expect, да, будущее время, will expect them, ой, вот, them, to go to Лондон. Понятно. Первый как бы подпункт мы работаем с этими глаголами, и мы работаем с to, с в один, то есть глагол в первой форме. Переходим ко второй. Меняю я здесь цвет. У нас идет let's и make's. Let's или let's это позволять, make это заставлять. И обратите внимание, мы делаем глагол без to. Ну, теперь давайте я у себя покажу. Так, вот вторая часть. Вот это у вас там показано. То есть, смотрите, здесь то же самое, любое подлежащее. Здесь все, я их называю зеленые человечки, так просто ученики быстрее запоминают. То есть, эти зеленые человечки, да, у нас здесь остаются в полном комплекте, что угодно может быть в этом объектном падеже. И смотрите, просто мы работаем с двумя новыми глаголами. Заставлять, позволять. Итак, он заставил меня почитать. He made, у нас же вторая форма, у нас прошедшее время. He made me read. To я не пишу. Или наши учителя не позволяют нам бегать. Our teachers don't let. Отрицалка. Ничего страшного. Don't let us run. Никаких to не ставим. Но, к сожалению, почему-то у вас здесь не указано, что вот эти let make можно в пассиве еще использовать. То есть, ну, я в прошедшем пассиве здесь написала, если они стоят в пассиве, обратите внимание, to снова появится, потому что вы проходили это в том году, чего-то здесь у вас повтора нет. Но если нас заставили, или нам разрешили, или им разрешат, или нас заставляют, да, то есть здесь мы играемся с любым пассивом, настоящий, прошедший, будущий, то to снова появляется. Зеленых человечков написать не придется. К примеру, нас заставили почитать. We were made. Этот воз, понятно, я могу менять в любом положении. We were made to read. И, кстати, let в пассиве не ставится. Как вы видите, надеюсь, вы вспомнили, да, что это ставится слово allowed, глагол. Ее, так странно, нет, давайте так, им разрешат побегать. They will be allowed, я будущее время просто сделала, to run. Что мы видим? Нужно ставить to. И переходим к третьей табличке, ну, третий подпункт. Третий подпункт с вот этими глаголами работает. Here – слышать, see – видеть, feel – чувствовать, watch – наблюдать, notice – замечать. Вот у меня третье оно. Они же стоят. Что мы видим здесь? Вот нам надо хвост. Что же здесь ставится? Обратите внимание. Мы видели, что Аня поплавала. Мы видели результат. То есть она, не знаю, мокрые волосы у нее, мы видим, что она уже поплавала. Тогда v1. We saw, давайте здесь посмотрим. We saw an swim. Мы ставим v1 без to. Второе. Мы видели, как Аня плавала. Мы видели сам процесс. Тогда будет v4. We saw an swimming. То есть у нас появляется инговый хвост. А вот теперь немножко разобрали. Я, если что, сюда буду тоже прыгать вам, показывать или к себе. Посмотрим. Нам нужно первое A поставить to там, где это необходимо. Давайте туда-сюда. А, ладно, у меня еще файл сейчас будет вот такой. Ладно, посмотрим. Буду сюда, наверное, прыгать. Итак, уже читать не буду. И так много это видео поснимали. Давайте сразу с переводом. Ты когда-нибудь видел, чтобы рыба прыгала? У нас идет глагол see. Это третья подгруппа. To в ней не ставится. Так, а давайте я, кстати, просто буду здесь, если что, пропуски ставить. Все, так будет быстрее. Не ставится. То есть вы поняли, да? Есть правило, его нужно запомнить. А как ты можешь заставить ребенка, ой, как ты можешь заставить ребенка научиться быть вежливым? Что у нас здесь идет? Глагол make. Make – заставлять в активе. Причем, значит, to ставить не надо. Мы все хотим, чтобы ты был очень счастлив. У нас глагол want из первой подгруппы. To ставится. Значит, ставим to. Вчера я слышал, как кто-то сказал, что погода собирается измениться. Или что погода изменится. У нас глагол hear из третьей подгруппы. Как мы видим, to ставить не надо. Прочерк. Номер пять. Я позволю тебе пойти в кинотеатр, если ты будешь хорошим. Ну, хорошо себя вести. Позволять. Это вторая подгруппка зелененький. Не надо никаких to. Ставим прочерк. Сара не ожидала, что ее мама подарит ей питомца на день рождения. Expect. Из первой группы, как мы видим, to ставить нужно будет. Я не заметила, как он ушел из комнаты. Not is. Из третьей подгруппки. To не ставим. Дети. Ага. А вот как раз пассивка. И вот как ни странно, у вас почему-то здесь про пассив все-таки не сказано. Хотя вот он у нас идет. Ну, вот здесь давайте так. Я сейчас здесь переведу и покажу тогда свой тот файл. Детей заставили выучить длинное стихотворение наизусть. Итак, смотрим. Заставлять. Это пассивка. Вот эта именно часть. И в ней, как вы видите, у нас появляется to. Значит, здесь его ставить уже придется. В темноте мальчик почувствовал, как его папа взял за руку. Feel. Вторая форма felt. Но в любом случае, это вот эта вот часть. Как мы видим, to не ставится. И десятка здесь последняя. Марго хотела бы, чтобы ее учитель не был таким строгим. Вот наш would like to ставится. Так, ага, у нас B еще большой, да? У нас тут еще и переводы. Так, ну, поехали переводить. То есть теперь уже на практике вспоминаем, как комплекс-объект полностью нужно строить. Кто сейчас только включился в начале видео, я объясняла правила комплекса-объекта. Ну, как объясняла? Повторяли мы его. Так, поехали. Первое. Все мы слышали, как Миша говорил по-английски с американцами? Так, я пишу be, пишу первое. Все мы. We all слышали. Here первая форма, heard вторая у нас. Прошедшее время, конечно, heard. We all heard. Так, а можно я вам, если честно, буду по-своему показывать? Может, так чуть-чуть легче будет. Ну, мне лично, не знаю, объяснять. Вот we, we all, да, мы все. Вот это heard. Теперь зеленые человечки, то есть о ком речь. А Миша, то есть вот зеленый у нас, ну, скажем, зеленый, идет Миша. А теперь обратим внимание, что здесь идет. Как Миша говорил по-английски с американцами. И давайте подумаем. Вы видели сам результат уже этого говорения или сам процесс? Ну, скорее всего, как он говорил, это все-таки процесс. А раз процесс, то вы поставите глагол в четвертой форме, то есть с инговым хвостом, без to. Напоминаю, в этой группе с to не работает. We all heard Миша speaking. Надеюсь, поняли, откуда я беру. Speaking English. Какое нехорошее слово получилось. English. Так. With Americans. Americans. Так, все. Это у нас была третья подгруппа. Если что, вот здесь. Там фиолетовая, да? Номер два. Кто ожидал, что Джейн выиграет соревнование? Who expected? Это у нас просто вопрос. Немножко усложнили. Кто ожидал? Ну, здесь я вам здесь покажу. Тут все хорошо видно. Вот expect. У нас, значит, здесь будет объект. Вот отсюда этот обжиг, да? И затем to плюс v1. To с глаголом в первой форме. Итак, who expected? Какой объект? Объект у нас Джейн. Джейн. Затем to 100% выставьте. И глагол в первой форме. Выигрывать. Это win. Соревнование. Соревнование. Ну, наверное, какое-то определенное. Значит, the competition. Знак вопроса. Who expected Джейн to win the competition? Так, не знаю, может, мне тут зависло чего-то. Ладно, надеюсь, нет. Номер 3. Меня заставили сделать всю работу снова и не разрешили идти гулять. Так, смотрим. Меня заставили. Обратите внимание, это не актив. Это пассив. То есть, дословно, я был заставлен. Этого, к сожалению, здесь у вас нет. Здесь у вас работа заставлять только в активе. Поэтому тут я покажу свое. Вот у меня пассив. Заставили, да, кого-то. Он как раз у меня прошедший, он написан. То есть, меня заставили означает I was made. И обратите внимание, затем идет to плюс первая форма глагола. То есть, чтобы вы видели, как у нас это образуется. Ну, а теперь поехали переводить. Так, минутку. Меня заставили сделать всю работу. I was made to do... Вот мы всю эту фразу уже написали правильно, грамматическую. Ну, а теперь осталось только по словам пройтись. To do all the... Кстати, all the job. Минуточку. Всю работу. Всю работу. В каком же значении? Тут, возможно, и work поставить. Если это именно делать определенное, выданное задание там какое-то. All the work. Так, давайте, наверное, I work все-таки здесь запишу. All the work. Ладно. Снова и снова. Тут не так важно. Тут от перевода, что именно за работу они имели в виду. All the work. Again and again. Так, это мы написали. And... Так, и что они? И не разрешили идти гулять. Ну, это опять же идет через object. Придется снова я писать. And I wasn't allowed... Откуда мы взяли allowed? Это let в пассиве. Let в пассиве не ставится. Нам придется ставить allowed. То есть это разрешать что-то кому-то делать. Так вот. И не разрешили идти гулять. And I wasn't allowed to... То мы ставим. И потом глагол в первой форме. To go for a walk. Так. Сейчас, секундочку. Ой-ой-ой-ой. Все, написали. Следующий, номер 4. Позволь мне объяснить тебе, почему я опоздала. Позволь мне. Это как идет побуждение или просьба. Мы ставим глагол на первое место. Это будет let me. Ну, небось, встречали эту фразу. Позволь. Let me. Ну, а раз вы с letом работаете... Вот он у нас. To ставить не надо. Вы просто говорите. Let me explain. Это объяснять. То есть, так. Let me explain to you. Let me explain to you. Почему? Так, секунду. Потерялась. Ага. Почему я опоздала? Why I... Если прямо сейчас этот разговор происходит, то сейчас вы опоздали. Тогда лучше ставить present perfect. Why I have come late. Или why I have been late. Ну, можно сказать, пришла, да? Почему я пришла поздно. Why I have come late. Так, теперь... Так, теперь... Все. Вот так легко. Седьмое продолжение. Номер пять. Нина почувствовала, что кто-то дотронулся до ее руки. Чувствовать это fail. Это последнее. Третий подпункт. Третий. И мы смотрим, что мы с to работать не будем. У нас или v1, или v4. То есть глагол с сингом. Нина. Прошедшее время. Felt. Past simple. Нина felt. Что мы, конечно, не переводим. Вы переводите слово кто-то. А кто-то это somebody. Нина felt somebody. Дотронулся. И смотрите, здесь выбор. Или он долго-долго трогал, и она вот это чувствовала. Или, ну, скажем, одномоментно ба-ба-ба, дотронулся, и она это почувствовала. То есть это вот второй вариант. Она уже результат, да, как бы, учуяла. Поэтому здесь мы лучше с v1 отработать. То есть это у нас будет touch. Даже не лучше, а действительно здесь правильный вариант. Просто touch, не touching. Иначе бы это был долгий процесс. А нам нужно сам результат показать. Somebody touch. Так, что он там touch? Your hand. Тут может быть hand. Может быть arm. То есть рука, если на всю длину, тогда arm. Мало ли, что тут имеется в виду. Мы не в курсе, но ставим, что есть. Hand. То есть это кисть. Тогда кисть руки. Номер шесть. Маленькая девочка с интересом наблюдала, как лебеди и утки плавали в пруду. То же самое. У нас идет третий подпункт. Наблюдать. Это watch. И смотрите. Затем. Как лебеди и утки плавали в пруду. Результат это или процесс. Ну, я думаю, вы понимаете, что это процесс, да? Что это она наблюдала, процесс. Вот здесь мы будем ставить V4. То есть глагол с ингом. Маленькая девочка. The little girl наблюдала. Тут, кстати, можно поставить watched. То есть наблюдала, как в пассимпле. А можно сказать was watching. То есть что она делала? Она наблюдала. Долгий процесс у нее происходил. Ой. Was watching. То есть она... Ну, мало ли, там просто не указали, в какой именно период времени. Ну, допустим, там рассказ идет, да? То есть что был вечер, и девочка наблюдала. Ну, я вот рискну пасс-континьюс поставить, потому что у нас здесь очень даже красиво звучит. The little girl was watching. Так, а, с интересом. With interest. Was watching with interest. А затем, как я говорила, зеленые человечки. Ну, в данном случае зеленые эти птички будут. Лебеди. Тут, кстати, не знаю, у нас они определенные, или мы, в принципе, про них и не знаем. Ну, давайте как... Секунду. Так, with interest. Ну, давайте определенные. The swans and dogs. Хотя мы-то откуда про них что-то знаем, да? Хотя, ладно, пусть будет. The swans and dogs. И затем глагол четвертой степени... Ой. В общем, в четвертой форме. Swimming. То есть это с инговым хвостом. Swimming in the... Пруд. Вы, наверное, не знаете. Это слово pond. То есть, еще раз, это была третья подгруппа, и она видела процесс. Значит, мы делаем глагол с ингом. Я не ожидала, что он так изменится. А ожидать, это expect, это первый подпункт. Как вы видите, мы работаем to плюс v1 потом. Я не ожидала. I didn't expect. У нас past simple, прошедшее время. Что он так изменится? Никаких что вы не переводите. Надеюсь, вы уже поняли. Мы ставим him. Вот так. Сейчас еще разок. Зеленых человечков ставим. То есть, именно объектный поддержь, вместо имения. Ни he, как бы не хотелось, именно him. I didn't expect him. Ну, а затем to плюс v1. То есть, to я смело ставлю, но затем, конечно, я забыла. Что он так изменится? Так, секундочку. To меняться, это change. Так, ну, имеется в виду так. To change so... Давайте much напишем. So much. Так, сильно. Так, him to change. Да, по-другому никак. И восьмой. Нам бы хотелось, чтобы нашим гостям понравился наш город. Would like. Тоже первая подкатегория, да? И мы работаем to плюс глагол в первой форме. Все так же. Нам бы хотелось. We. Ни в коем случае не us. Вы именно делаете, как я вначале говорила, кто что мы. We would like, чтобы нашим гостям. Мы пишем наши гости. Our guests. Никаких что мы не переводим. Или чтобы. We would like our guests to... Понравился. To... Admire. Это прям восхититься. To like. Так, секунду. We would like our guests to like. Но здесь, наверное, вот не в этом значении. Давайте enjoy. Да, что насладились. Именно, может, там поездки по городу или красотой города. Ну, как-то чаще с enjoy. To enjoy our city. Ну, или our town, если городок. То есть, еще разок. Так, вот все у нас, что вышло. Это... Ага, это у нас вторая часть. B. Кто только присоединился. Вот у нас, если что, A. В начале видео, напомню, я объясняла, напоминала, как строится комплекс Object. Продолжение следует...